Музыка Представители Минспорта России совместно с Федеральным Центром Подготовки Спортивного Резерва провели в Омске семинар-совещание по вопросам совершенствования спортивных ресурсов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова, глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорианц, а также руководители спортивных ведомств, субъектов Сибирского Федерального Округа. В соответствии с поручением Владимира Владимировича, распоряжением правительства утверждена концепция подготовки спортивного резерва. Это был октябрь 2018 года. На сегодняшний день мы подводим итоги реализации положения этой концепции. На заседании обсудили создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения и совершенствование подготовки спортсменов высокого класса. Большая часть докладов была посвящена теме перевода организации дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта ДЮС США из ДЮШОР в организации нового типа спортивные школы и спортивные школы Олимпийского резерва, а также передача их из органов образования в ведение органов физической культуры и спорта. Было непросто, но нам очень сильно помог федеральный Минспорт, потому что они сначала предложили механизмы финансовой и реальной поддержки тех субъектов, которые переходят на спортивную подготовку, а потом уже начали спрашивать. Вот эта федеральная поддержка позволила в том числе доказать финансовым органам и руководству региона, что этот процесс необратим, что этот процесс может быть выгодно использован для наших организаций и что наши спортсмены достойны лучшего. Одним из первых в Сибирском федеральном округе реформированием системы физкультурно-спортивного воспитания занялся Минспорт в Красноярском крае. Процесс перевода организации из образования в сферу физкультуры и спорта у них начался шесть лет назад. В 2019 году на эти цели край получил финансирование в размере 200 миллионов рублей. Это большие деньги в отрасли. Это они появились не просто так. Мы доказали нашему правительству Красноярского края, мы доказали Министерству финансов Красноярского края о необходимости увеличения финансирования на реализацию программ спортивной подготовки. Посещая даже те спортивные школы в Шарыпово, в Бородино, в Минусинске, это наши муниципальные городские округа, Я вижу, насколько у тренеров, у руководителей этих учреждений загорелись в глазах, когда они порядка 9 миллионов рублей получили средств на это оборудование. Это громадные деньги для муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва. В Омской области модернизация системы началась в 2016 году. Часть подведомственных государственных учреждений уже перевели в организации спортподготовки. Реформирование оставшихся должно будет завершиться до конца этого года. Мы переходим полностью, то есть и муниципальные школы наши переходят на спортивную подготовку. Да, есть какие-то еще моменты, которые нужно дорабатывать, но я думаю, это все вопрос времени, вопрос взаимодействия и муниципальных, и региональных структур, причем не только спортивных, но и финансовых. Специалисты уверены, реформирование системы положительно отразится на всех ее участниках. От руководителей ведомств и организаций до тренеров, руководителей и самих воспитанников спортивных школ.